привет а на тестах еще один geforce gtx 1660 за 18 тысяч рублей понятное дело без рейтрейсинг без дела ss но с производительностью выше чем у 1060 по технологиям чип как у ти версии это ту-116 порезали его не сильно убрали всего два sm блока срезали соответственно 9 процентов кудо ядер и текстурных блоков и руки не тронули шину оставили 192 битный но для того чтобы сильнее развести карту с ти версии упростили память вместо gddr 6 на 12 гигагерц стоят 6 гигабайт gddr 5 на 8 гигагерц по цене как я уже сказал официально это 18 тысяч рублей это на 10 процентов меньше чем за 1060 и rx 590 и на 21 процент меньше чем за ти версию и почти на треть меньше чем за rtx 2060 референсных моделей также не будет а в целом я предполагал что сегодня мы познакомимся на 3d но на тесты попала опять версии гигабайт одна из самых простых это в инфорс карта маленькая охлаждается простейшим радиатором с тепловой трубкой контакт с процессором прямой а памяти цель питания прикрыты через металлические пластины и термопрокладки активное охлаждение два вентилятора по 90 миллиметров они невероятно тихие причем даже на 100 процентов но охлаждение хватает по сути впритык чип сам по себе не горячий но на этой карте он доходит до 75 градусов под стопроцентной нагрузкой и где-то до 69 в игр в принципе это нормально но плюс 1000 рублей за версию гейминг и уверен температуру упадут до 60 там 65 градусов и это уже практически вечный чип по частотам официально до 1780 мегагерц по факту в дефолте получается 1920 мегагерц по чипу после разгона 2070 мегагерц по памяти же можно добраться до 9800 мегагерц теперь к тестам а стенд стандартная это 9900 кей золочен на 4,7 гигагерца 32 гигабайта оперативки по две планки на 2 933 мегагерца и nvmi на терабайт от а а дата сама gtx 1660 по тестам хороша то есть full hd можно выкручивать все на максимум и играть без тормозов до 60 кадров а будет далеко не везде но ниже 42 карта не упал даже последний метро выдав 42 fps просадками до 29 а вот qhd на максималку уже не поиграть для нормального fps придется экспериментировать с настройками графики и естественно терять в качестве картинки сравнение ближе всего к новинке получается rx 590 а md выигрывает только в пятом баттлфилде примерно 13 15 процентов но в целом проигрывать 6 процентов и стоит при этом на 11 процентов дороже а здесь 60 на 6 гигабайт также на 11 процентов дороже но уступает еще сильнее минус одиннадцать процентов по среднему fps и минус 4 процента по 0,1 с 1070 ситуация еще грустнее то есть она получается в полтора раза дороже 1660 но при этом дает всего плюс 11 процентов что согласитесь вообще не стоит переплаты даже с учетом возможно преимуществ от лишних двух гигабайт памяти забавно что и 1660 ти а и стала выглядеть не так интересно то есть при официальных 23 тысяч рублей она получается почти на 30 процентов дороже 1660 но при этом всего на 13 процентов быстрее то есть тут явно надо ожидать снижение цены ниже рекомендованы и тогда уже смотреть на целесообразность покупки ти версии зато кто теперь выглядит совсем молодцом это rtx 2060 да она получается дороже на 44 процента но это плюс 24 процента к fps и эти 24 процента как раз та разница который гарантирует full hd стабильные 60 кадров в секунду ну и плюс конечно эта возможность поиграть включенным ray tracing итоги они довольно неожиданно и то есть прямо скажу при такой цене 1660 окончательно убирается рынка 1060 1070 rx 590 и при этом довольно круто бьет по позициям 1660 ти а до разница производительность конечно есть но а это не плюс 5000 рублей и по факту следующим бы шагом после 1660 я рассматривал бы 2060 она куда интереснее тут же сразу отмечу одну закономерность в некоторых играх тюринг ведет себя бодрее паскаля причем явно за счет архитектуры и поддерживаемых технологий то есть той же f1 2018 1060 при примерно том же количестве блоков той же частоте и объеме памяти отстает на 40 процентов по поводу гигабайт скажу так карта неплохая но по возможности я бы брал старшую версию гейминг оси там с охлаждением гораздо лучше ну и как обычно кто любит таблицы и кучу цифр в описании для вас есть ссылка на все результаты смотрите считаете а моя на этом буду заканчивать хорошего настроения пока то а а а а а а а и а а а и Продолжение следует...